Ну что ж, Руслан Болгов, эксперт по кибербезопасности, сейчас с нами на прямой связи. Руслан, рады вас видеть. Руслан, здравствуйте. Я вас тоже приветствую. Давайте вернемся. 9 мая. Утро. Москва, Хабаровск, Владивосток. Все зрители, которые ожидают победобесия, выступлений Путина, включают свои телевизоры и видят там ничего. От слова совсем. И более того, подпись на ваших руках «Кровь украинцев». Чья это работа, скажите, пожалуйста, была? Я просто нашим зрителям напомню о том, что большинство спутниковых провайдеров Российской Федерации не транслировали центральное телевидение России во время парада 9 мая. Данную хакерскую атаку на себя взял как создатель этой темы Анонимус. Они взяли на себя ответственность. Но делать это может быть в принципе кто угодно, у кого есть возможность и доступ. Сейчас я знаю очень большое количество ребят, у которых есть дома хороший интернет и хорошие возможности. Могут в принципе создать большое количество проблем как на информационном пространстве, так и непосредственно на сайтах, банковские системы и так далее. И именно по ТВ ребята с Анонимуса это сделали, по их версии. Хотя, как я уже сказал, это может быть в принципе сделать то угодно, даже вплоть до того, что это могли сделать и внутри. Люди, которые имеют доступ и не могут открыто об этом заявить, но могут сделать вот такую хорошую для нас вещь и не очень хорошую для них. Руслан, а вот мы говорили о легионе свободной России, о том, что очень часто люди, которые хотят воевать на стороне Украины, на стороне правды, не могут покинуть территорию Российской Федерации. Поэтому даже предлагают свои какие-то услуги по возможной дестабилизации обстановки внутри РФ. А с хакерами есть такая история, что именно российские хакеры могут заниматься подрывной деятельностью внутри государства? Естественно могут. Скажем так, что вы понимали, хакеры это мировое такое понятие, обширное понятие. Человек может находиться в любой точке планеты, как внутри, так и снаружи. Но вы должны понимать, когда есть локальный доступ непосредственно внутри страны, ему работать с одной стороны довольно-таки сложно. Потому что очень большая вероятность того, что его могут вычислить, сдать свои же, и внутри страны можно попасть в очень серьезные проблемы. Когда находишься за пределами страны, то намного проще работать, потому что нет экстрадиции, например. Если человек, работающий по Раше, находится, например, в Украине, то, естественно, никто в здравом уме от нас его и не выдаст. Это глупо такое думать. Поэтому есть понятие как локальное, как облачное, как внешнее вмешательство и так далее. То есть внутри, я знаю, просто есть большое количество людей, даже вспомним, да, Вторая мировая война, Родфронт, все это было. Так же самое и есть там. То есть у них начинается именно то, что было тогда, черных воронков еще не хватает. И люди боятся. Большейший звонок, какое-то несогласованное действие в свете 10-15 лет минимум. И люди боятся. Но интернет, как мы сейчас уже говорим, первая кибервойна, дает то, что подозревается под анонимностью полностью. То есть если правильно подпоединить к этому, вычислить человека практически невозможно. Начиная от бота-ферм, которые терроризируют все паблики просто информационно и заканчивая непосредственно входами, базовыми атаками на сайты, на банковскую систему, на государственные ресурсы. Недавно же вы видели, положили YouTube по-взрослому, положили их внутренний, то есть серьезно положили. Ну, кстати, тут важный момент. Мы с Владимиром обсуждали, Вов, ты говоришь, что 70% контента было уничтожено. Да, 70% уничтожено, это то, о чем говорили хакеры. 90% из того, что уничтожено, не подлежит восстановлению. Ну, то есть порядка 35% контента осталось, все остальное. Это означает, что Ротюб все, да? Ну, по сути, как видеохостинг, это, ну, нужны годы на восстановление... Естественно, любая площадка, вот вы знаете, приказы, как и любой телеканал, который начинает только вещание, его нужно очень сильно раскручивать, в это нужно вкладывать еще большое количество денег для рекламы, для всего. Да, львиная там доля, даже не львиная, можно сказать, половина, четверть перейдет сразу же на какой-нибудь новый хостинг, который создадут. Вот как сейчас мы видим, наши вот эти вот, то, что положили Instagram, InstaDiv в блогеров, то сразу произошла такая аналитика, например, люди, которые имели многомиллионную аудиторию в Инсте, в Telegram перетащили буквально процентов 20. То есть остальное это было накрутки, люди, боты, созданные еще кто-нибудь и так далее. То есть это все такой мыльный пузырь, который бусы лопнули, как иражская армия. Ну да, ну да. Руслан, если продолжать концепцию, развивать концепцию Первой мировой кибервойны, то это как минимум подразумевает наличие нескольких сторон, которые участвуют в этой войне. И среди этих сторон, понятно, есть сторона рашистская и сторона украинская. Кто сильнее? Скажем так, не только рашистская, украинская. Здесь есть большое количество. Почему мировая? Потому что я знаю то, что работают и с разных стран. Та же самая Индия, Америка, Германия, Литва, Латвия, даже Грузия. То есть с любой точки планеты люди подключаются. На данном этапе мы даже видим по простому входу, наша сторона сильнее. Вы помните, у нас на сегодняшний момент то, что было в открытых источниках, это запустили бегущую строчку, если вы помните, в новостях, только на одном канале локально сделали. И запустили недолуги диппейк Зеленским, чтобы больше было похоже на такой каструбатые комиксы и более ничего. У НИЖИ мы видим, на сегодняшний момент неоднократно, в самом начале ТВ попалось по полной программе. Запустили буквально недавно по всем телеканалам «Ваша кровь». Я знаю то, что есть компании, которые точно предоставляли услуги, например, там ресторанный бизнес, еще какой-то. И в чеках запустили информационную волну «Нет войне». То есть люди сидят в ресторане, например, в Раше, им чек приходит «Нет войне». У людей есть возможность. И в данном случае у нас более такая, скажем, идея национальная, у нас больше патриотизма в этом плане, потому что там как раз поговорка «У них больше наша хата с края, чем у нас». У нас уже наша хата, вся Украина. Ну да, конечно. А теперь самое главное, ребят, мы должны понимать то, что есть вещи, которые мы можем подвергнуться. Под что? Очень много программного обеспечения, которое было запатентовано, и лицензия лежит в Раше. То есть, например, то же самое 1С, Битрикс-24, к примеру. Ну, 1С, к примеру, это у нас локальное программное обеспечение, которое доступ невозможен практически, то есть она закрытая. Но Битрикс, например, 24, на примере я говорю, то, что это облачное хранилище, так? И тот, у которого есть доступ к облачному хранилищу, то есть разраб, может получить доступ и получить всю информацию, стереть ее и так далее и подобное. То есть я говорю к тому, что очень большое количество информации может находиться сейчас в облаке, которое принадлежит Раше, как изначально. И если там, может быть, кто-то нормально настроенный не дает доступа, но рано или поздно ФСБ придет и скажет «Ата-та, иди сюда, родной». И украинцы должны понимать то, что если вы будете продолжать хранить свою информацию или общаться через такие вот сервисы и все остальное, то вы можете попасть на очень серьезные проблемы. В один прекрасный момент Раше это сделает. Ну да, логично предположить, что если как минимум серверы расположены на территории страны-агрессора, то наверняка руководство этой страны-агрессора захочет получить всю ту информацию, которая там содержится. Да, главное не забывать и то, что нужно отслеживать след. Нет, некоторые программы, например, программное обеспечение, которые изначально были зарегистрированы в Раше, сейчас зарегистрированы, например, в Молдове. То есть они поменяли бенефициара, поменяли, но есть такое понятие, как история. Да, и в данном случае, например, созданная платформа RU-Asset от U-Control, которая показывает полностью все компании, которые находятся на территории Украины, которые имеют российский след. Также не так давно вы видели программное обеспечение, список программного обеспечения от компании Open Data. Они запустили и обновляют его постоянно, которые есть именно рашские программные обеспечения. То, что вы ставите себе на смартфоны, на телефоны, на компьютеры, для бизнеса и так далее. Этот момент тоже нужно отслеживать. Я понимаю, что не так просто всего сразу взять и отказаться, но есть очень большое количество аналогов в нашей стране за рубежом, которые поддерживают непосредственно нас. Также не забывайте про социальную инженерию, то, что вы уже говорили. Нахождение людей, нахождение фотографий, нахождение всего. И наши в этом очень сильно делают. Я очень сейчас горжусь нашими диванными войсками, миновойсками. Не эксперты, которые с бутылочкой пива там сидят, а именно те, которые садятся и работают. Не каждый должен воевать с оружием, у кого есть возможности другого плана. Вот, например, вы сидите, делайте свою работу. Отличную работу. Я свою, тебе свою, чтобы не было у людей ущемления, что я вот не на передке, я ни к чему. Не, ребята, у вас... Да, понятно, сейчас у каждого свой фронт, и каждый делает на своем фронте то, что может. Руслан, вопрос у тебя есть? Нет, нет, я хотел прощаться, но у тебя есть вопрос. Вопрос хотел поставить вам. У нас есть информация о том, что у вас есть определенная группа в социальной сети Одноклассники. Эта социальная сеть 2016 года запрещена в Украине, как Mail.ru и ВКонтакте. И там очень большое количество подписчиков. И вы постите туда про украинский контент, который, скажем, доносит правду до аудитории. Расскажите, эффективно работает, нет? Очень эффективно. Эта группа была создана еще, когда только Одноклассники запускались по фильмам. Я ее возродил, и за буквально две недели из 27 тысяч подписчиков, которые были за 10 лет, появилось еще тысяча. И, скажем так, каждый пост буквально за час-два набирает по 100-150 тысяч просмотров. И очень большое колоссальное количество комментариев. В какое-то время можно будет уже даже изложить книгу для любителей психиатрии по этой теме. Действительно, резонанс очень большой, который дает, дай бог, чтобы из этих 100 тысяч хотя бы процентов 20 до них доходило. Потому что некоторые комментаторы, у которых было вата в голове, начали, да ладно, да не может быть. И когда начинаешь закидывать фактаж, именно фактаж, то людей включается. Знаете, вот мне очень нравится контент, когда без комментариев. То, что говорится, помогает себя. Так же самое сейчас запустил и ТикТок, там тоже по 100 тысяч просмотров. Дай бог, на этой попочке, когда есть свободное время, пытаюсь донести. Помимо другой основной работы, которой я помогаю нашим вооруженным. Руслан, только пожелать вам большего охвата и большего количества просмотров хочется. Большое вам спасибо. Эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов был с нами напрямую.